МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. 4 февраля отмечен в международном календаре как Всемирный день борьбы против рака. Сегодня в республиканском онкологическом диспансере проходит первый межрегиональный медико-пациентский форум «Вместе мы сможем». Распространено мнение, что рак – это бич современности. Тем не менее, о существовании этого заболевания знали еще в Древнем Египте. Название болезни дал Гиппократ, который, проводя исследование опухоли, отметил, что образование напоминает клешни краба. И в своем труде назвал болезнь краб. В Древнем Риме термин перевели на латынь. Так появилось привычное название болезни – рак. Сегодня им заболевают около 6 миллионов человек в год. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, смертность от рака будет продолжать расти. И к 2035 году может достигнуть 24 случаев в год. Однако и медицина не стоит на месте. Многие виды этой болезни стали излечимы. А около 43 раковых заболеваний можно предотвратить, следуя простейшим правилам, считают специалисты. Отказаться от курения, вести активный образ жизни, правильно питаться. Это истина, которую мы, в принципе, все с вами знаем. Может быть, временами не уделяем такого большого внимания ей, но это реально. Только профилактика может приостановить дальнейшее развитие заболевания. Может помочь и вакцинация против вирусов, вызывающих рак печени и шейки матки. Также следует ограничивать время пребывания на солнце и в соляриях. В федеральной пассажирской компании предстоит вынужденная оптимизация. Речь идет о закрытии в некоторых регионах вагонных депо вагонных участков. В частности, о ликвидации пункта формирования поездов в городе Чебоксары. Вот как прокомментировал ситуацию министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Филиппов. Действительно, 22 января текущего года заместитель генерального директора акционерного общества федеральной пассажирской компании Мельников Александр Сергеевич своей внутренней фоксограммой отправил информацию до своих структурных подразделений о проведении оптимизации структур, которые работают на железнодорожных перевозках дальнего следования. В том числе и такую фоксограмму получила Горьковская железная дорога. Предполагается в городе Чебоксары убрать пункт формирования и оставив его станции оборотной. Что это означает? Это означает, что некоторые штатные структуры будут переходить с одного региона в другой регион. Значит, конечно же, эта ситуация для нас неприемлема. Мы в любом случае этой ситуацией владеем полностью. И на сегодняшний день это только предложение об оптимизации. Время от времени, к сожалению, федеральные наши структуры такую оптимизацию хотят провести. Но и плодотворная работа на сегодняшний день дает свои результаты. Конечно же, будем отстаивать нашу станцию формирования на железной дороге, так как поезда дальнего следования действительно формируются здесь. И это действительно касается порядка 600 человек, которые работают на станции формирования Чебоксары. Данный вопрос будет обсуждаться на самом высоком уровне. В том числе и с российскими железными дорогами. На сегодняшний день этот вопрос обсуждался с Горковской железной дорогой. Мы встречались с Лесюном Анатолием Федоровичем, начальником Горковской железной дороги. Так что я думаю, что мы вместе, совместно работая на сегодняшний день, попытаемся сохранить и сохраним ту структуру, которая сегодня существует на территории Чебоксарской Республики. В Республиканской службе занятости населения Чувашии сообщили, что на сегодня предприятие не приступило к проведению мероприятий по высвобождению работников и не предоставило об этом сведения в органы службы занятости населения. Напоминаем, что по закону работодатели обязаны сделать это за два месяца до проведения соответствующих мероприятий, а при массовом увольнении – за три месяца. Республиканская служба занятости населения Чувашии ссылается на устные пояснения кадровой службы. В случае вручения работникам уведомления о предстоящем сокращении многим работникам, в случае согласия, будут предложены вакансии в других филиалах и подразделениях ОАО ФПК. Конец цитаты. Со своей стороны служба занятости населения Чувашии готова разработать комплекс мероприятий по трудоустройству в освобождаемых работников. Вчера ушел из жизни Геннадий Николаевич Архипов, бывший президент Чувашского национального конгресса. Геннадий Архипов родился в деревне Нижней Яуши Ядринского района в 1956 году. Был руководителем комитета госсовета Чувашии по культуре, образованию и печати в 90-х годах. Много работал по внедрению чувашского слова в русскоязычные школы, укреплению дружбы между народами республики и связи между национальными центрами. Геннадий Николаевич отмечен званием заслуженный работник культуры Чувашской республики, золотой медалью Ассамблеи народов Российской Федерации. В 1997 году был избран президентом ЧНК и руководил им более 15 лет. В Батыревском районе введен в эксплуатацию первый в этом году 20-ти квартирный дом. В нем предусмотрено индивидуальное отопление, теплые полы. Отделочные работы согласовываются с покупателями. Индивидуальный подход к строительству будет практиковаться подрядчикам и в будущем. Так, у батыревцев начался этот год. А каким был прошлый, обсудили на итоговом совещании под председательством премьер-министра Чувашия Ивана Моториным. Особенностью 2014 года в отрасли строительства стало решение жилищных вопросов ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот, многодетных и нуждающихся семей. В рамках федеральной целевой программы «Жилище» господдержку получили 12 молодых семей и один участник ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС. В 2015 году руководство Батыревского района поставило задачу обеспечить жильем три многодетные семьи, 22 ребенка, оставшихся без родителей, и продолжить софинансирование программ по предоставлению жилья молодым семьям. Чтобы планы стали явью, особое внимание уделяется пополнению бюджета района. В целях обеспечения сбалансированности консолидированного бюджета района в новых экономических условиях текущего года, в январе 2015 года, внесены корректировки в основные параметры бюджета района и бюджеты сельских поселений. При этом собственные доходы бюджетов муниципальных образований района в целом увеличиваются на 4,6 миллиона рублей или на 3,9 процента первоначально принятым бюджетным обязателям и составят почти 121 миллиона рублей. Кроме этого, администрации района утвержден план мероприятия на 2015 год по выявлению дополнительных источников увеличения собственных доходов консолидированного бюджета района. Существенный доход в бюджет муниципалитета приносит малый и средний бизнес. По оценкам Минэкономразвития Чувашии, предпринимательство в районе достаточно активно развивается. По выручке и налоговым поступлениям Батаревский район занимает четвертое место в республике. Однако недостаточно эффективно работает местный бизнес-инкубатор. Из 25 мест заняты лишь 10. У себя мы планируем тоже поддержать те направления, которые задает нам правительство России. А именно установить нулевую процентную ставку для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в сфере производственной, научной, социальной деятельности в течение двух лет. Также будет расширен перечень видов деятельности при использовании патентной системы налогообложения. Министерство финансов провело анализ доходной части района и возможностей оптимизации расходов. Были выявлены как сильные, так и слабые места, на которые было рекомендовано обратить пристальное внимание. По налогу на имущество физических лиц. Например, Батревский район отличается таким образом, что он находится сегодня в аутсайдерах в части налогов на дорогую недвижимость. Более половины муниципалитетов республики сегодня облагают такую недвижимость по ставке 1% от инвентаризационной стоимости. В Батревском районе это всего 0,4%. При максимальной норме 2%. Это резерв. Всю эту работу необходимо провести для того, чтобы сбалансировать бюджет текущего года и выполнить все социальные, в первую очередь, обязательства, которые стоят как перед республикой, так и перед районом. То есть та задача, которую и президент России, и глава республики перед нами ставил, ее никто не снимает. Но без совместной работы, без совместных усилий по тем направлениям, которые были обозначены, мы ее можем не выполнить. А задача стоит все в полном объеме выполнить. Анастасия Алексеева, Евгений Анисимов, Республика. Главная тема последних дней – это снегопады, которые обрушились на нашу республику. Из-за осадков сильно ухудшилась ситуация на дорогах. Образовалось очень много пробок. За сутки в Чувашии произошло 105 ДТП. Из них 72 аварии в Чебоксарах. Пострадало 10 человек. Больше всего снегом засыпало столицу республики. По сообщениям синоптиков, за последние два дня высота снега в городе увеличилась на 21 сантиметр. Этой ночью в Чебоксарах на уборку снега выехало 134 единицы техники. Сейчас работает 163 машины. Вчера был большой снегопад. Вы как-то на усиленный режим перешли? Пока, да, можно сказать, и усиленный режим. Да, как усиленный режим получается. Мы с 6 начинаем уже работу. Обычно смена норм то трех, а работаем то шести. Бывает то семь. У кого какая работа попадется? Разделится бригада все по своим участкам бывает. Но людей больше вызвали на работу или нет? Сколько есть, все выходят. Синоптики прогнозируют небольшой снег и на сегодня, и на завтра. А с пятницы обещают похолодание до 10-15 градусов. Катание на ватрушках в последние годы стало одной из популярных зимних забав. На спуске эти надувные круги могут набирать скорость до 30 км в час. Однако управлять массивными ватрушками удается не всем. Неудачное падение может привести к серьезным последствиям. За два зимних месяца в Республиканскую детскую клиническую больницу с различными травмами обратились за помощью более 130 детей. Основная причина – пренебрежение правилами безопасности. Зачастую школьники катаются в неприспособленных для этого местах. Тюбинг или катание на надувных санках – это развлечение, во время которого человек едет на верхней части круглой надувной камеры по воде, снегу или воздуху. Поскольку надворение месяц май, нас больше интересует зимний вариант тюбинга. Снежный тюбинг берет свое начало в далеком 1820 году. Тогда первые гонщики прокатились в альпийских горах. Сегодня катание на ватрушках набирает популярность во всем мире. И наш регион – не исключение. Однако воздушные санки не так безобидны, как кажутся на первый взгляд. Из-за круглой формы зимнего тюба контролировать скорость движения и направление очень тяжело. И если на санках можно использовать ноги, как педали тормоза, то аналогичные действия на тюбе могут привести к вращению. Чтобы избежать травм, необходимо соблюдать технику безопасности. Во-первых, нужно скатываться строго в том месте, в котором указывает администратор, то есть я. Например, на нашей трассе можно скатываться ни в коем случае не с самого верха, а там, где мы стоим, на уровне беседки. Держаться нужно за ручкой ватрушки. Их четыре штуки, то есть они находятся по сторонам света. Ватрушкам доступны любые возрасты, но маленьким детям рекомендуется все-таки сопровождение с родителями. То есть на коленках вместе держась. Заниматься тюбингом можно только на специально оборудованной трассе со снежной поверхностью. Садиться на санки надо так, чтобы при спуске не вылететь с них и не перевернуться. Главное – правильно распределить центр тяжести. Для этого надо поглубже сесть в центральную часть ватрушки так, чтобы не касаться ногами снежной поверхности. Если ноги все же касаются земли, необходимо взять тюбинг диаметром побольше. Экстремалов, не соблюдающих меры безопасности, очень часто можно увидеть в травматологии. По состоянию на 12 января через наше отделение прошло 5 пациентов с травмами, полученными при катании на ватрушках. Совершенно разные травмы, переломы позвоночника, переломы конечностей, череп-мозговые травмы, в общем, повреждения лицевого скелета. По тяжести травм, полученных на ватрушках, мы видим, что они действительно более тяжелее, чем те, которые получены на качелях. Поэтому осторожность и еще раз осторожность. Необходимо тщательно выбирать не только трассу, но и погоду. Врачи не советуют кататься в снежную, ветреную погоду и в темное время суток. В этом случае сложно будет заметить препятствия, которые чаще всего приводят к несчастным случаям. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, Республика. Современные дошкольные учреждения – это не просто детские сады, а образовательно-оздоровительные комплексы. Малышей здесь закаляют в соответствии с рекомендациями врачей. К примеру, в детском саду номер 8, который называется Дворец Детской Радости, разработан целый комплекс процедур, направленных на укрепление иммунитета. Подробности в следующем сюжете. Пользу от вдыхания воздуха с частицами соли еще в позапрошлом веке обнаружил один польский врач. Он заметил, что работники соляных шахт излечиваются от легочных заболеваний. И действительно, пять сеансов в соляной комнате заменяет семидневное пребывание на морском побережье. И такие соляные пещеры устроили в нашем городе уже в двух детских садиках. Эта соляная комната совсем недавно заработала в детском саду номер 8. Практически все малыши этого дошкольного учреждения проходят здесь курсы галлотерапии. Помимо соляной шахты во Дворце Детской Радости практикуют и другие оздоравливающие процедуры. К примеру, дети просто в восторге от купания в бассейне. Отсваиваем первые навыки плавания. У нас даже есть уже первые результаты. Джакузи они занимаются также после бассейна. Расслабляющие. Сидим мы там по 5-7 минут. А потом мы уйдем в сауну греться. И скайлки! Молодцы! Молодцы! Мне больше всего нравится бассейн. Ты плавать научилась уже? Да. Здесь научилась? Да. В садик мы бежим с радостью. Если только сегодня бассейн, все, мы бежим в прикрышку. Это для нас целое счастье. Даже уговаривать не надо. А на самом деле ребенок стал намного и развитее, и спокойнее, и общительнее. Благодаря такому современному садику. Бассейн здесь проектирован еще при строительстве садика. Сразу же была построена и сауна. Один-два раза в неделю малыши с удовольствием проходят здесь процедуры. С радостью дети купаются и в джакузи. Гидромассажные ванны, как и соляная комната, были оборудованы в этом детском саду благодаря программе модернизации дошкольных учреждений. Комплекс этот оздоровительный позволяет детям, не выходя из детского сада, получать оздоровительные мероприятия, которые они получают, допустим, в санатории, профилакториях каких-то, выезда на море. То есть дети непосредственно в детском саду могут все вот это вот получить и оздоравливать свой организм. Раньше из-за заболеваемости посещаемость в этом садике составляла 65%. После начала работы оздоровительного комплекса она повысилась до 85%. Марина Рябцева, Андрей Спиридонов, Республика. Национальное телевидение «Чувашии» теперь ввещает и в «Аллатаре». За три года канал появился во всех крупных населенных пунктах республики. Как удалось реализовать этот проект, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Телеканал с уже узнаваемой «желтой звездой» в «Аллатаре» появился в конце прошлого года. Больше месяца вещания в цифре и в тестовом режиме. После удачного дебюта канал стал доступен всем абонентам кабельной сети. Это более 5000 человек. Причем «Аллатарцы» уже давно просили наладить в своем городе эфир национального ТВ. Этот канал мы ждали давно. Живем в республике и не имеем этого канала. Но сейчас он доступен в аналоге у нас. Буквально на прошлой неделе мы его включили. Сложность была только в организации доступа, доставления канала в «Аллатаре». С настройками были тоже проблемы. Канал расширили. Только после этого качество позволило вещать в аналоге. То, что телеканал будет востребован, никто не сомневался. После запуска национального ТВ в «Аллатаре» в кабельной сети начали принимать положительные отзывы от горожан. Его появление в эфире ждала и корреспондент местного канала Татьяна Куликова. Больше всего журналистку интересуют выпуски новостей. Она говорит, что именно программа «Республика» их всегда преподносит оперативно. В «Аллатаре» много национального населения. И есть и русские, и мордва, и, конечно же, чуваши. И поэтому, я думаю, этот канал будет очень актуален и будет интересен. Для самой меня, конечно, это тоже интересно, потому что не всегда показывает в ВГТРК канал все новости. А здесь можно более подробно как-то узнать, что происходит в республике. А в ближайшее время в эфире национального ТВ будут выходить и программы об «Аллатаре». На городском канале сейчас создают десятки телевизионных проектов об истории, православных традициях и культуре. Эти передачи могут быть интересны и жителям других районов. У нас есть молодежная передача, как тусовка. Мы информируем горожан о концертах, культурно-массовых мероприятиях, которые происходят в нашем городе. Также мы берем интервью у знаменитых наших горожан, в основном молодежь и гостей нашего города. Сейчас национальное ТВ вещает во всех крупных районах и городах. Реализовать этот проект было сложно. На помощь пришли мобильные технологии. Сигнал передается по оптоволокну компании «Билайн». В компании «Билайн» имеется оптика, которая проложена по территории Чувашской республики. У нас есть Северное кольцо и у нас есть Южное оптическое кольцо. На сегодняшний день сигнал телекомпании национального телевидения подается уже в городах Новочебоксарск, Кугесец, Сивильск, Марпасад, Козловка, Тюрлюма. Очень важно было подать сигнал, который изготавливается в городе Чебоксары, в эти малые города. Этот сигнал можно подать, по идее, через спутник, но это достаточно очень дорогое удовольствие. Можно подать при помощи цифровых каналов через какого-либо оператора. Причем качеству картинки никакие расстояния не помеха. По оптоволокну в дома жителей видеоряд поступает без помех. В крупных райцентрах республики национальное ТВ вещает в формате высокой четкости. Это подтверждают и зрители, которые появились у канала в прошлом году. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика. Еще два года будет действовать закон о материнском капитале. Нужно ли семьям торопиться с получением сертификата и как законно получить материнский капитал? Ответы на эти вопросы смотрите в программе «По существу» сразу после информационной программы «Республика». Я с вами не прощаюсь. Увидимся через несколько минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова